приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня мы с вами поговорим о том что вам делать если против вас задумали что-то плохое если вам желают зла как вам стоит противостоять злым умыслом далее очень важная цена информация поэтому обязательно досмотрите до конца и поделитесь с теми кому вы знаете что возможно угрожают или какие-то могут быть неприятности знаете каждому человеку хотелось быть своей жизнью и не думать о том что возле него находятся не доброжелатели которые то и дело подбирает момент когда же нанести какой-то удар который сможет сбить с выбранного пути или поджидают возможность когда можно у человека отобрать то что они очень сильно хотят получить в свою жизнь мышление таких людей необъяснимо они желают жить другой жизнью и мне нравится то что они имеют и поэтому они жаждут большего но не готовы самостоятельно ничего менять при этом они винят не себя в том что выбрали вот такой вот узкий и односторонний путь от тех более успешных финансово стабильных людей которые их окружают для этого они готовы тратить свои силы энергии отправлять злые и гнусные посылы во вселенную из-за чего сами через некоторое время и будут наказаны эти люди полны амбиций которые могли бы направить правильное русло и притянуть свою жизнь абсолютно все то о чем только можно было бы мечтать но им кажется это скучным и недостойным их внутреннего я они считают такую жизнь бессмысленной так каким нужно все прямо сейчас такая категория людей считает себя лучше окружающих они думают о том что все в их жизнь должно приходить по первому зову и любые свои неудачи воспринимает как серьезные поражения которые делают их еще злее и алчнее они желают быть любимчиками высших сил и вселенной и искренне не понимают почему не попадают в эту категорию а возможно просто отказываются это понимать и принимать так как тогда стоило бы что-то изменить они к этому не готовы это не их путь не их стиль жизни они предпочитают интриги сплетни скандалы манипуляции хамство превозношение себя к особенной касте причиной для того чтобы человек стал таким могут быть самые разнообразные кому-то это могло передаться по кармической линии от родственников чтобы они исправили допущенные ними ошибки но эти люди энергетически слабые не могут отправиться с негативом вместо этого они его впускают свою жизнь так как когда-то сделали их предки и повторяет их судьбу а если те кто получил такой жизненный путь благодаря неправильному восприятию родителей так как те самого детства притягивали нет не светлые сильные энергии а негативные возможно кто-то из родителей был под влиянием темной сущности и она повлияла и на ребенка когда он вырос стал злым человеком есть и те кто такими уже родились имея энергетическую озлобленность на весь окружающий их мир чувства таких людей притуплены и они не знают что такое жалость сострадание сочувствие доброта их мышление направлено на то чтобы отбирать разрушать они просыпаются с негативными мыслями и помыслами и с ними же засыпают каждый новый день они не находят для себя новую жертву который готовит различного рода ловушки считая себя умнее окружающих красивее достойнее когда кто-то имеет больше чем имеют они такие люди очень сильно расстраиваются что делает их еще более активнее и злее изменить их мышление или направить такого человека на истинный путь невозможно они не понимают и уроков которые преподносит им судьба и вселенная поэтому если вы видите в своем окружении таких людей от них лучше держаться подальше чтобы потом не жалеть о том как они испортили вашу жизнь и не думать о том как в нее вернуть все то что они у вас отобрали так как на это может понадобиться немало вашего времени которую вы могли бы использовать во благо себе если вы найдете в силы противостоять такому человеку вы сможете указать ему на его место объяснить что не имеет права так себя вести и уж точно вмешиваться в чужие жизни то такой человек только затаится и будет подыскивать подходящий момент и сообщников с которыми вместе они смогут вам отомстить создав для вас неловкое положение или же вообще перевернуть вашу жизнь с ног на голову такая категория людей не прощает они отходят в сторону для того чтобы отдохнуть а затем с новыми силами продолжают заниматься тем чем занимались но избегая тех ошибок на которых попались были замечены вы должны помнить что они готовы на все чтобы защитить себя если другая категория людей это слабые люди которые приносят вред окружающим из-за страхов которые наполняют их душу они не уверены в себе в своих силах поэтому причиняя вред другим и видя как те люди плачут расстраиваются они самоутверждаются такие люди также опасны так как в глаза не будут улыбаться а подлость делать за спиной если третья категория людей это те кто делают подлости людям ради удовольствия те кому нравится когда у других возникает какие-то проблемы им нравится когда окружающие их люди конфликтуют между собой когда ругаются и выясняют отношения в таких ситуациях они еще больше стараются усугубить ситуацию делают это так что на них практически никто и подумать не может им нравится играть в какие-то скрытые игры если кто-то постоянно будет звонить вам по телефону молчит или же старается вас как-то обидеть подчеркнуть ваши слабые стороны пишет вам неприятные письма на электронную почту пытаясь указать на то что знают о вас больше чем вам того бы хотелось либо данный человек будут звонить вам с какими-то претензиями которые совсем не обоснованы когда вы пытаетесь оправдаться ситуация еще больше будет усугубляться так как данный человек принимает ваше нежелание портить с ними отношения или же нежелание участвовать ситуации с которой вы не имеете ни малейшего отношения если вас пытаются использовать в своих целях привлекая к делам в которых вы не хотите участвовать тем самым плетя за вашей спиной интриги с которыми вам постоянно приходится сталкиваться и чтобы в них не угодить просчитывать все свои шаги намного вперед что сделает вашу жизнь неспокойной но и чтобы не попасть такую ситуацию вы должны знать что важно для вас и более не для кого вам угрожают и при этом тот кто это делает может знать какой-то ваш секрет о котором он знает что вы не захотите чтобы узнал еще кто-то могут вас и шантажировать пытаясь получить от вас все то что им нужно более слабые личности будут давить на вас морально постоянно уговаривая в чем-то помочь что-то сделать для них это может доходить и до истерик и до слез если что-то решили для себя не позволяйте собой манипулировать умейте настоять на своем какой бы поступок вы не совершили вас постоянно стараются критиковать даже если вы что-то сделали очень успешно такое обязательно отдельно человек найдет как указать на то что вы что-то сделали неправильно над вами могут смеяться это может касаться как внешности вашей работы одежды ваших каких-то увлечений вам будут стараться указать на то что все что с вами связано выглядит смешно если вы хоть раз на что-то такого плана отреагируйте то далее будет только хуже все действия которые вы делаете это ваши действия никогда не обращайте внимание на мнение слова окружающих люди к сожалению большинстве злые это только повод на вас влиять если вам повторяет что без вас могут обойтись что вы только мешаете что портите обстановку что возле вас не комфортно находиться что вы никому не нужны и всем в вашем окружении без вас только лучше не стоит реагировать на такие слова отойдите в сторону и посмотрите кто отойдет с вами а те кто останутся стоять на своем месте не ваши люди не должны наполнять вашу жизнь так как с их присутствием ничего хорошего вашей жизни не происходит они искренность никогда не сделают отношения крепкими дружескими любящими поэтому если кому-то лучше без вас пусть таки будут а вы научитесь окружать себя только теми кто любит вас за то что вы просто есть в их жизни цените обязательно таких людей если вам все время стараются предложить какую-то помощь даже тогда когда она вам и вовсе не нужно или же тогда когда вы о ней не просите не бойтесь отказать в такой ситуации так как можете быть уверены в том что это нужно только для того чтобы увидеть как ваша жизнь рушится и как в ней происходят неприятные ситуации иначе бы данный человек бы так не настаивал можете понаблюдать за ним и вы увидите что многое что может у вас сейчас происходить происходит из-за данного человека что он начала ваших проблем если вы обращаетесь за помощью кому-то и в самый ответственный момент человек вам отказывает в помощи указывая на то что когда у вас все было хорошо вы не приходили к нему за советом поэтому не стоит и сейчас обращаться за помощью если такие которые обещают помочь но когда доходит до дела то начинает придумывать какие-то причины только чтобы не сделать то что обещали затягивая время так чтобы ваша ситуация стали стала более сложной и некомфортной если вам не подали руку помощи на ни разу не подставили свое плечо больше не обращайтесь никогда к этому человеку так как он все равно вам не поможет ищите другие пути решения возникшие проблемы вокруг вас провоцирует скандал вы стараетесь его избежать а тот кто это делает всячески пытается вас в него тянуть делая все что от него зависит чтобы вы никак не смогли его избежать может целенаправленно говорить грубые слова стараться вас унизить показать свое превосходство вы не должны попадать в такие ситуации всегда нужно знать себе цену и уметь избегать острые углы в любых ситуациях в любых жизненных этапах с любыми людьми и своего окружения даже с теми кого вы не то что не любите но и не уважаете если вы видите что вас окружают нечистосердечные люди которые готовят для вас неприятную ситуацию вам стоит внимательнее следить за их ними действиями анализирует все то что они вам говорят не позволять находиться близко к себе контролировать черту вашего общения если вы видите что они через нее переступают нужно моментально начинать действовать не боясь поспешить или противостоять им никогда не рассказывайте никому ничего о себе и о своей личной жизни пока окружающие люди не знают у многого о вас они не могут причинить вам вред так как не знают ваших слабых сторон и не смогут этим воспользоваться в своих целях моя бабушка когда-то учила меня что людям нужно рассказывать только то что вы не боитесь что они могут узнать а говорить то что вы сможете повторить данному человеку в глаза такие правила и я придерживаюсь своей жизни попробуйте и вы это от многого сможет защитить вас и уберечь вы всегда должны быть готовы себя защитить даже если вы считаете что тот кто причиняет вам вред сильнее вас умнее вы не должны этим чувством позволять брать над вами верх вы в силах со всем справиться как с трудностями так и с теми кто мечтает вам навредить не опускайте руки придерживайтесь своих принципов и всегда идите только вперед когда будете чувствовать что вам нужна помощь близких людей обращайтесь за ней ведь родные люди способны поддержать даже в самых трудных ситуациях подпитывая на энергетическом уровне и давая уверенность и поддерживая там где от них это требуется тот кто имеет в своем окружении таких людей способен справиться с любыми проблемами и трудностями если вы осознали что вам собираются причинить вред не стоит делать поспешные действия не провоцируйте данного человека наблюдайте за ним пусть он первый совершает какие-то поступки а у вас будет возможность с легкостью противостоять им есть одна народная мудрость которая говорит что тот кто первый заговорит сразу же проиграл тот кто действия сыры совершил его не просчитал придерживайтесь этого и у вас на все будет время и силы при этом как физические так и энергетические никогда не спешите не просто выжидайте но научившись этому вы будете от многого защищены всегда сохраняйте спокойствие не позволяйте никому вывести себя из равновесия когда человек начинает нервничать паниковать он перестает в такой момент думать а если вы перестанете думать то в порыве эмоций можете совершить много необдуманных поступков о которых в результате сами и пожалеете если вы видите что начинаете злиться глубоко вдохните затем выдохните повторите так трижды когда это время пройдет вы уже не будьте столь злыми и далее ваши действия будут оправданными и обдуманными всегда контролируйте слова которые вы говорите не забывайте о селе слова о том что с помощью неправильно подобранных и сказанных слов и способны навредить не только тому с кем вы разговариваете но и самому себе поэтому стоит сначала думать а только затем произносить если не знаете как поступить лучше промолчите время придет и все разрешится само собой прислушивайтесь к своей интуиции она подскажет вам как правильно себя ввести никогда даже когда очень сильно злитесь никого не проклинаете никому не желаете ничего плохого так как человек всегда притягивает то что он излучает а разрушительный негатив вызванный злыми словами еще никому в жизни не помог и не принес в нее ничего хорошего если вы ощущаете на подсознательном уровне что какой-либо человек нехороший что от него веет холодом злостью не подпускайте его к себе даже если он по внешнему виду таким не кажется очень часто люди умеют скрывать свои настоящие эмоции но вот скрыть энергии которые данного человека в определенный момент окружает невозможно поэтому научитесь себе доверять жизнь человека непростая с ней есть взлеты и падения приятные неприятные ситуации искренние злые люди нужно научиться все это принимать свою жизнь с чем чтобы быстро справляться а от чего-то возможно извлекать урок но никогда не позволяйте никому с собой командовать сбивать с выбранного пути и указывать на то как вам поступить в той или иной обстановке это ваша жизнь и только вы ее хозяин все действия должны быть не только самостоятельными но индивидуальными тогда светлые положительные энергии которые будут вас окружать во всем вам помогут мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация и поможет и вдохновит и возможно откроет глаза на какие-то очень важные вещи мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже в следующем видео или следующей трансляции